В эфире новости Анапа. Регион. В студии Сергей Корабельников. Здравствуйте. Итак, сегодня выпуски. Это садики, это школы, это вот вопросы номер один. С опережением графика. Пристройка к школе на 400 мест возможно будет готова уже к началу учебного года. Современные материалы. И она естественно освещена в ночное время суток. В стиле золотых песков. В Анапе планируется масштабное обновление остановочных павильонов. И еще я ездил с воздушным поездом. От плетения бисером до космических технологий. Станция юных техников празднует полувековой юбилей. А начнем с официальных новостей. В этом году в Анапе более 30 детей-сирот получат квартиры от государства. Депутаты муниципального совета сегодня обсуждали, как сделать так, чтобы застройщики заморозили стоимость квадратного метра для этой категории жителей курорта. О вариантах решения вопроса Руслан Душевский. Только в прошлом году в рамках программы «Дети Кубани» в Анапе получили жилье 19 детей-сирот. По словам руководителя управления по делам семьи и детства, здесь наблюдается заметная положительная динамика. Для сравнения, в 2016 году квартиры получили только три очередника. Однако по действующему законодательству сумма, которая выделяется на приобретение одного квадратного метра жилья, составляет сегодня 41 тысячу рублей. Но в Анапе цены на недвижимость давно превысили этот показатель. Уважаемые депутаты, в связи с тем, что данный вопрос состоит остро, просьба обратиться от имени Совета муниципального образования к застройщикам с просьбой изыскать возможность сотрудничать с муниципалитетом в данном вопросе по приобретению квартир детенцев. В этом году власти планируют поднять планку. Жильем будут обеспечены более 30 человек этой категории граждан. Каждая квартира должна быть общей площадью не менее 33 квадратных метров. По состоянию на февраль 2019 года список детей-сирот увеличился за счет вновь прибывших в Анапу на постоянное место жительства. На этот год у нас уже 225 детей-сирот. То есть Анапа привлекает курорт, он привлекает, притягивает сюда. Все хорошо. У нас более тысячи многодетных участков надо резать, давать. В перечень земельных участков для многодетных семей включены 24 участка в поселке Уташ. Также на сессии было принято решение о присвоении новой улицы в селе Суко адресного названия «Проезд Дружбы». Руслан Душевский, Анапа, регион. Один из значимых для нашего города проектов, который курирует лично глава Анапы, пристройка к шестой школе. Она позволит увеличить количество учеников. Парты в начальных классах займут почти 400 ребят. А еще это новые спортивные и актовые залы. Накануне стройку проинспектировал Юрий Поляков. В шестой школе сегодня учатся почти 2000 детей. Новый модуль начальных классов позволит принять еще порядка 400 ребят. Строительство идет под контролем главы Анапы. Юрий Поляков приехал лично проинспектировать ход работ. Увиденным остался доволен. Мы сейчас ведем разговор о том, чтобы, может быть, и детям, и родителям, и жителям будет приятно, если мы это сделаем в сентябрю. То есть я приехал к ним, разговариваю о том, чтобы как-то ускориться, усилиться, потому что управление, образование свои аукционы ведет. Мне нужно, чтобы он до сентября это закончил. Каждый день на планерках мы рассматриваем все эти вопросы. Социально значимые для нас и для наших жителей – это многодетные, это сироты, это садики, это школы. Это вот вопросы номер один. Конечно, нам и нашим жителям нужно много. Нужны дороги, тротуары, но нужны и школы, нужны садики. Все нужно делать. Строительная площадка разделена на две части. В первой будут учебные классы, во второй – актовые и спортивные залы. Соединит их общий цокольный этаж. Масштабы впечатляют. На этом этапе рабочие использовали более 2000 кубометров бетона и порядка 200 тонн арматуры. Только один этаж здания занимает 2500 квадратных метров. Это капитальное строительство, есть проект. Здесь монолитный цокольный этаж, перекрытие колонны, ригели монолитные, стена, будет кирпич, газоблок. Внутренние перегородки там тоже частично кирпичные, частично ГКЛ. Директор школы Татьяна Боровая каждое утро начинает с посещения строительного объекта. Новый учебный корпус также станет частью ее школьного хозяйства. Поэтому у руководителя интересует все. От утепления стен до прокладки коммуникационных сетей. Стройка идет достаточно качественно. То есть подрядчик у нас хороший. Проблем с подрядчиком, с, насколько я в этом понимаю, качеством выполнения работы, тем, что мне докладывают люди, которые со стороны муниципалитета следят за строительством. Стройка выполняется качественно, потому что мы понимаем, что это объект социального значения. Здесь будут учиться, безусловно, наши дети, тем более малыши. Поэтому все должно быть выполнено так, как это положено по всем нормам строительных работ. Сегодня продолжается набор детей в начальные классы. Родители более ста будущих первоклассников уже написали заявление о приеме детей именно в шестую школу. По заверению строителей, пристройка должна быть готова к началу учебного года. Руслан Душевский, Анапа, регион. На улице Мелькова теперь вечером стало светло. Здесь по поручению главы Анапы поставили дополнительные фонари. Центр спального района, оживленная улица, а главное – седьмая школа. Освещение здесь – это не просто вопрос удобства, вопрос безопасности, как и ограждение восточного рынка. Все подробности у наших корреспондентов. Ежедневно по этому тротуару проходят сотни людей. Это центр спального микрорайона Анапы. А самое главное – здесь находится школа. Вечерами дети возвращаются домой, теперь по освещенному тротуару. Здесь установили восемь новых фонарных столбов. Очень прекрасно и хорошо, что администрация города так заботится о своих, как говорится, граждан. Завершился и монтаж ограждений в районе Восточного рынка. Металлический забор установлен вдоль тротуаров с улиц Парковой и проезда солдатских матерей на Анапское шоссе. Этот участок дороги представляет собой особую опасность. Здесь постоянно пешеходы, нарушая правила, перебегали дорогу. По поручению главы, естественно, все было по обращению граждан, ГИБДД. Потому что там в Восточный рынок, очень много людей перебегают дороги в неположенном месте. Работы по благоустройству города продолжатся. Уже сейчас готовится масштабный проект по замене остановочных павильонов на улицах города. Елена Мухортова, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа. Регион. И не только готовится проект, но уже есть первые результаты. Новая остановка общественного транспорта появилась на улице Чехова. Проект пилотный и, возможно, будет еще дорабатываться. Но, судя по всему, анапчанам он пришелся по душе. Сегодня качество и функциональность остановочного павильона оценил Юрий Поляков. Наш репортаж. Золотые анапские пляжи – главная тема. Остановка на улице Чехова – пилотный проект. Однако его уже успели оценить местные жители. Мне нравится, что архитектура этой остановки очень современная, очень положительная. А самое главное, что у нас беда в нашем городе – это лавочки. Во-первых, поверхность лавочек деревянная, а не железная. По поручению главы Анапы было разработано пять эксклюзивных эскизов. Разные стили, разные цветовые гаммы. Но именно на этом варианте сошлись все эксперты. По словам специалистов, у новой остановки – целый список преимуществ. Более серьезная защита от ветра, от дождя. Остановка стеклена. Используется монолитный поликарбонат. Более стойкий к ударам. Используется композитная обшивка. Современные материалы. И она, естественно, освещена в ночное время суток. К уличному освещению остановку подключили сегодня. Все работы были закончены всего за неделю. Поскольку эта конструкция – пилотный проект, эскизы будут дополняться. Исправят и мелкие изъяны. Вот поставили сегодня, как образец, одну остановку. Мы хотим услышать от жителей какие-то пожелания в сетях услышать. Нравится, не нравится. Но когда мы ее проектировали, эту остановку, то я попросил, давайте сделаем так, что там горел свет, чтобы там можно было сидеть на чем-то деревянном. И чтобы не дуло. За установку павильона отвечал Центр развития и оказания курортных услуг. Местные предприниматели помогли с финансированием проекта. Вскоре такие остановки появятся во всей Анапе. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Станция юных техников в Анапе отмечает в этом году полувековой юбилей. Здесь занимаются сотни ребят из города и сельских районов. И, что самое главное, занятия абсолютно бесплатные. Здесь до сих пор есть кружки выжигания и бисероплетения. Надо сказать, что они и сегодня пользуются популярностью. Но станция идет в ногу со временем. Теперь с тем же успехом детвора осваивают космические технологии и робототехнику. В этом убедилась Анна Жукова. В станции юных техников в Анапе в этом году 50 лет. 25 здесь работает Ирина Меньшикова, которая также в этом году отметит личный юбилей. Вышивание игольницы, выжигание картинок в прошлом. Сегодня по программе «Луна Топа» ребята учатся заправлять и запускать ракету. И конструировать роботов. Благодаря нашему муниципалитету, нашим властям местным, у нас появилась прекрасная возможность заниматься в кружке робототехники. Мы получили новые наборы «Лего», получили новые ноутбуки. Самое главное, что хочется отметить, что в этом году, благодаря, конечно, слаженной работе команды нашего уважаемого мэра Полякова, мы получили безвозмездное пользование, бесплатное пользование наше помещение, которое мы очень любим, холим, лелеем. Человек, незнакомый с этой дорогостоящей моделью грузчика или манипулятора, может назвать ее детской игрушкой. На деле, чтобы собрать воедино робота и увидеть общую картину, нужен месяц. Только один блок стоит десятки тысяч рублей. Здесь, на станции, ребята могут овладевать технологиями бесплатно. Наш робот «Умка» собран на смешанной гусеничной базе «Лего НКСТ» РЦ модельных комплектующих. Задача у него – поднимать объекты с помощью манипулятора и перевозить их на расстояние. Части роботов печатаются взрослыми педагогами на 3D-принтере. Диорама «Дорога жизни» могла бы стать достойной частью коллекции самого Петра III или даже Форбса – коллекции солдатиков, которых оцениваются в крупные суммы. Современная техника так далеко зашла, что теперь можно напечатать донорский человеческий орган из биоткани. Шагая в ногу со временем, преподаватели станции овладели новыми специальностями. Бывшие швей и вязальщицы стали первоклассными преподавателями космических и робототехнологий. Ребята участвуют в конкурсах и привозят в Анапу дипломы и кубки. На выставках я возил манипулятор, который был создан для того, чтобы разгружать мусор на свалках. И еще я ездил с воздушным поездом. Это такой поезд, который передвигается по тросам над городом. А вот Виктор Гаученов любит творить по старинке, своими руками. Карандаш за ухом, рабочий халат, полвека преподает он детям и детям. Этих детей, а за работой пилкой и лобзиком. Ученик Гаученова собрал модель анапского маяка, который светится. На соревнованиях по садомодельному спорту там обращают внимание, что вот или своими руками сделано, или с помощью 3D. Конечно, если руками сделано с нуля, то довольно бал повыше немножко. В конце марта ребята и педагоги отправятся сразу на два крупных мероприятия в Москве на ВДНХ «Кубок робототехники» и «Кибернетики», а также «Робофест-2019». Анна Жукова, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Фармацевты сегодня одна из наиболее востребованных профессий на рынке труда. Специалисты в области лекарств должны знать все об их составе, действии и применении. А получить эти знания можно на кафедре «Фармация» в Анапском индустриальном техникуме. Подробности в нашем сюжете. Учиться на фармацевта в Анапский индустриальный техникум еду даже из соседних городов Краснодарского края. Яна из Славянска-на-Кубани. В этом году у нее выпускной. Фармацевт – это очень востребованная профессия. Я с детства хотела стать медицинским работником, но так как у меня мать работает в медицинской сфере, я всегда хотела помогать людям, поэтому выбрала эту профессию. Практику учащейся проходит в лучших аптеках Анапы. Профессия востребованная, ведь в России более 60 тысяч аптек. Когда в Анапе открылся факультет фармации, я узнала об этом, то есть я даже ни разу не сомневалась, куда я пойду учиться, потому что сейчас в наше время в Анапе, в крае и вообще по стране открывается большое количество аптечных сетей, в том числе ветеринарных. Работать в дальнейшем я смогу в сети аптек, в том числе ветеринарных, лечебно-профилактических учреждениях, научно-исследовательских центрах, санаториях. То есть перспективы огромные. Учащиеся углубленно изучают химию, биологию, фармацевтические дисциплины, технологию изготовления лекарственных форм, отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента, фармакогнозию, организацию деятельности аптек. Обучение ведется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. Заведующая кафедры получила высшее образование в Тюмени, представитель врачебной династии. На базе техникума имеются кабинеты и лаборатории, оснащенные современным аналитическим оборудованием, на которые студенты самостоятельно анализируют качество лекарственных препаратов и лекарственного растительного сырья, реализуемых в аптеке. Сами изготавливают лекарственные препараты. Студенты проводят научно-исследовательские работы. Преподают только высоко квалифицированные специалисты в области формации и медицины, кандидаты медицинских и фармацевтических наук. Лаборанты, преподаватели так приросли к профессии, что и тут на работу, как на праздник. Атмосфера дружелюбная. Учащиеся приходят после 9 и 11 классов. Формация, значит, в этом году у нас получается первый выпуск. Много будет человек, потому что существует по этой специальности как очное обучение, так и очно-заочное. Это для тех, кто уже работает, либо для взрослого контингента. Вот порядка у нас одного только взрослого контингента, это форма обучения очно-заочная, порядка 260 человек. Есть филиалы техникума в Темрюке, Мостовском, Абинске, Болтавской и других населенных пунктах Кубани. В Анапе адрес техникума улица Промышленная 2А. Техникум может приехать и к вам. А гейтбригады посещают даже отдаленные школы. А также в самом техникуме устраивают день открытых дверей. Анапа, улица Промышленная 2А. Анна Жукова, Михаил Григорьев, Анапа-Регион. Все выпуски новостей можно найти на нашем сайте anaparegion.ru. А на этом я с вами прощаюсь. Всего самого доброго. Государственная инспекция безопасности дорожного движения предупреждает водителей. Проявляйте особую осторожность в местах, прилегающих к детским и образовательным учреждениям. Не подвергайте опасности самое дорогое. Продолжение следует...